Итак, врачебный скандал на дороге. Очевидцам дорожной трагедии пришлось силой заставлять врачей выполнять клятву Гиппократа. Все произошло около железнодорожного переезда в Сормове. Лихач, летевший со скоростью более 100 км в час, врезался в дерево. Пострадали и водитель, и пассажир. Очевидцы трагедии стали оказывать им помощь, а в это время мимо проезжала скорая. Но, несмотря на крики о помощи, скорая, по словам очевидцев, даже не собиралась останавливаться. И тогда люди с матом и кулаками бросились на врачей. Илья, они сейчас смотаются, они собираются смотаться. Илья, они сейчас смотаются, они собираются смотаться. Убегут! Вы что думаете, ты еб***ю мать? Ну, блядь, ты, человек! Какой у нас тут? Жесть, что-то послал. Ну, вот, 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 давай, пугиснуть. Давай, пугиснуть. Давай, пугиснуть. Изрывай быстрее, б***ь. Давай, тащи ее. Дээ, дээ, дээ. А я пускаю, пугиснуть. Что-то дельцу красивую. Ну, ну, на этот дурцон смотрит. Ну, че, у нас пингами сейчас вы б***ь. Нужно это шнеплик Ничего себе! Охренеться говоря называется Подвык корнями звали Даже бл**ь помочь ему не хочет Тормоза конечно, вообще Сегодня мы встретились с очевидцами этого инцидента, и они заявляют, что были шокированы поведением врачей. Нас типа не звали, другая, вторая стала звонить этим диспетчерам. Мужики, которые водители были, они сами залезли в скорую помощь, достали носилки, взяли какие-то жгуты, жгутами его перевязали, подняли, положили на коляску, отвезли и положили в машину скорой помощи. И все. И дальше врачи к нему подсели, и они уехали. Между тем, врачи утверждают, что помочь хотели. Однако, как они говорят, есть жесткий регламент, и они не могут все бросить и бежать спасать людей. Там как получилось, они пытались сообщить по рации, что их остановили, а вот эти люди, которые остановили их, они оторвали рацию, как объяснили. Они и так, в принципе, хотели оказывать помощь, но им нужно было сообщить об этом, что их остановили, для того, чтобы оказать помощь. А так они не успели сообщить, потому что получилась непонятка просто. Но тебе хотели помочь? Конечно. Мы просто обязаны сообщить. Я вот сейчас ездил, возил, ну, женщину в гинекологию. Получилось на Кузбасской ДТП. Мы остановились, сообщили по разу, что нас остановили на ДТП и все. По данному делу проверку проводят правоохранительные органы, но однозначного ответа, кто в этой ситуации прав, а кто виноват, нет. Конечно, по кадрам видно, что у врачи медлят выходить из машины, а когда в двух шагах умирают люди, то это нужно делать быстрее. Но ведь на них кричат матом и обзывают. От такого крайне грубого и даже хамского отношения у любого человека возникает защитная реакция. С другой стороны, такая реакция очевидцев тоже объяснима. На их глазах умирают люди, они хотят что-то сделать и, естественно, на взводе. В общем, ясно только то, что в этой ситуации все переругались. Но, как бы то ни было, итог этого инцидента печальный. В результате данного ДТП пассажир около 30 лет был неустановлен, погиб на месте. Водитель 1986 года рождения был доставлен в лечебное учреждение, где, к сожалению, через некоторое время скончался. В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о суждении уголовного дела.